волшебство сегодня у нас сюжет про гончарный стол основной компонент гончарной мастерской с вами сегодня я илья калашников на волшебстве керамики здравствуйте давно я мечтал о прекрасном мощном хорошем выставленном по уровню столе и вот он наконец-то здесь гончарной мастерской это основной компонент это стол как это ни странно хотя есть еще и круг и печь но обжигать можно в костре можно не крутить на круге а лепить опять же где конечно же на прекрасном столе и сегодня у нас в гостях плотник евгений богданов приветствую благодарю тебя за прекрасный шикарный просто сказочный волшебный стол такой с криволинейными поверхностями вот все говорят столер и плотник чем отличаются эти профессии ну столер отличается от плотника тем что столер более узко специализированный плотник должен уметь все начиная от маленькой табуретки кончаю построить большой теле и каждую операцию плотник должен уметь и настоящий русский дом это довольно сложное сооружение где столярных приемов настолько много настолько много точных соединений что для плотника сделать стол не является какой-то задачей большой какие здесь прием это использовал плотницкие чтобы соорудить именно под гончарные нужды столешницу и видимо как это называется под подстолье ну при приемы конечно были все применены для того чтобы создать очень крепкую мощную надежную вещь в связи с узкой специализации его применения вот поэтому был взят очень массивный материал вот и самым традиционным образом превращено в стол решнице из восьмерки то есть это восемь сантиметров толщины да вот и наверно надо рассказать про какой-то конструктив этого стола про шпонки вот один из самых надежных способов которые выработаны нашими прадедами сплочения досок это вот шпонки шпонки которые клинообразным своей формой расклинивают не дают до дают доскам изгибаться как-то коробится и очень надежно крепят между собой доски был собственно больше ничего и не нужно для этой столешницы вот ножки были сделаны из брюен этот прием был применен для того чтобы поддержать общую массу и внешне не ослабить эту конструкцию хотя и обычные ножки удержали бы на такие лучше смотрится полки сделаны тоже из целиковых широких досок для того чтобы избежать склейки и в данном случае оставить все максимально природные линии которые самым естественным образом были преданные этой доске природой эти линии конечно мощь сюда можно поставить полтонны но может даже и больше наверно можно и автомобиль загнать столешница снимается это тоже было такое требование потому что ну мало ли там можно разобрать вынести и это очень удобно она здесь вот крепится просто она подсорка под собственным весом да лежит да она лежит под собственным весом также здесь было применено такую маленькая хитрость что она лежит шпонкой в ножке шпонка она по всей длине имеет сбежистую сбежистую форму и поэтому она конусная да и поэтому она как бы на смещение очень плохо работает то есть если мы даже попытаемся это столешницу сдвинуть из массы и клинообразности шпонки она практически никуда не сдвинется вот давай теперь про ножку скажем с откидывающейся столешницей также чтобы не нарушить какой-то вот нашей естественной неровности краев краев столов было придумано сделать сопряжение двух столешниц по кривой линии довольно конечно математичная линия но тем не менее придает настоящей живости почти синусоиды да 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 но при этом очень живая вот мы живем в таком мире где он в природе не наблюдаем никаких прямых линий и соответственно в горшках да мы имеем дело с настоящей живой линии структуры да поэтому здесь евро горшки евро столы тоже есть там только прямые линии да вот мы хотим эти стереотипы разрушить да поэтому так но на функцию на функциональность это никак не сыграло ну как функции еще богаче стали как бы до столешница может складываться раскладываться ну вот когда правилам ее разложить давай попробуем это будет отдельное место для 86 гончарного круга который будет из-под стола вынут вот так это просто делается на ней будут качаться дети об нее будут спотыкаться взрослые когда обходить стол но да не будут но мы посмотрим проверим поэтому не забудьте подписаться на наш канал и проверим будут ли спотыкаться взрослые об эту столешницу значит это петли на наши верные до петли выбирались без люфта поэтому к сожалению современные хороших кованых петель надо где-то заказывать потом искать проверять чтобы они были без люфта то что для таких вещей для жесткости конструкции когда мы поднимаем эту столешницу люфт конечно нежелателен особенно для работы на и раз глина и это может быть вообще критично поэтому конечно современные петли сюда были поставлены при этом они достаточно надежны чтобы держать очень тяжелую столешницу 100 конечно живой он будет жить своей жизнью он конечно как любое живое как сказать изделие всегда живет своей жизнью так как гончар наверное об этом знаешь также с этим столом нельзя добиться абсолютно евро стандарты чтобы какие-то были только пластиковые нормы и лакированные поверхности поэтому я думаю что этот живой стол послужит для живой работы мы его покроем воском до его надо стоит провощить это придаст ему и прекрасного цвета и придаст ему как раз и защиты от влаги имеется горшочек без меда но с воском мы будем покрывать стол воском с маслом это тоже да такая древняя технология это да может насколько она древняя сказать невозможно потому что это чуть ли не единственного доступно было покрытие во все времена салом еще вот горшки например я слышал терли может быть да но столы салом не натирали вот а дерево свинцом начали а дерево имеет очень хорошее отношение с воском воск усиливает защищает насыщает дерево поэтому есть все основания полагать что это очень древняя традиция вощить ну когда мерные вещи это и защитит от влаги здесь же мы расстелим мешковину нашу любимую который называется бельтинг вот от слова belt ремень прайс-листах она продается так вот нынче гончарная ткань который не прилипает глина вот ну и чтобы жидкая глина просачивается все-таки вода чтобы она не портила поверхность стола все-таки надо будет ее покрыть воском мастерская это у нас волшебная вот я вижу тряпочку уже рвется в бой хочет нам помочь давай попросим такая замечательная идея потому что довольно кропотливый труд занимает очень много времени и сил поэтому если нам тряпочка поможет будет замечательно ну и вощеный стол это уже совсем другое дело до волшебство ну еще одно требование которое я предъявлял к столу конечно я устал от кривых поверхностей очень хотелось выровнять чтобы стол был прямой вот мы этого добились до этого добиться не очень сложно потому что любой стол он должен иметь горизонт горизонт вот и здесь он тоже присутствует что наверное тебе облегчит задачу с работой приходилось горшки все время так как сказать додумывать чтобы они были ровные ну мы не говорим конечно про евро столы евро столы они все прямые но опять же они не из традиционных материалов сделаны поэтому не подходит все-таки хочется заниматься традиционной надежной русской керамикой ну кстати я сочинил стихотворение про плотников вот за это время хочу его зачитать лесное зодчество ваше высочество и достояния сердца старания лесное зодчество жизнь как пророчество дерево скажет что делать даже лесное зодчество дочек ведь больше ста наша семья как древо полна Лесное зодчество, особое отчество Это судьба, звон топора Ура, ура Ну что ж, прекрасно, очень даже похоже на настоящую плотницкую жизнь Вот, всё как-то отзывается во мне Свой стол, это очень важно Мощный, крепкий и особенно скроенный по собственным размерам Благодарю, Жень, за труд и прекрасную работу Приятно делать то, что пойдёт людям на пользу А вы поддерживайте нас комментариями Жмите палец вверх и подпишитесь, чтобы лепить дальше с нами вместе из волшебной и сказочной глины С вами был я, Илья Калашников На волшебстве керамики и Евгений Контакты в описании До скорых встреч До свидания Субтитры подогнал «Симон»